всем доброе утро такой вот вид из нашего окна из номера балкона у нас нет но окно панорамное большое это город бы но если я правильно говорю отель воронеж называется сидим на нулевом этаже на ресепшене ждем завтрака завтра в пол седьмого утра сейчас только 20 минут нам надо выселиться 8 утра уже с вещами садиться в автобус поэтому нас есть где-то часик чтобы покушать потом вернуться в номер забрать вещи и прийти сдать ключи и выписаться а кормить нас будут на втором этаже подыматься будем по такой лестнице как в титанике мы оказались самыми голодными почти никто не пришел вот пять человек так зашли и тут такой запах сосисок значит так фруктовый стол сливы апельсины абрикосы круши такой вот салатик я по-любому возьму вареные яйца масло колбасная нарезка сырная овощи сосисочки ух ты вот это я точно какие-то перепелиные яйца ну это не куриные это даже не здорово формочка да блин у меня на все сковороды есть отборочка так что тут у нас хлеб и тарелочки ну и кто любит пьет кофе я кофе не пью взяли фрукты и такое завтраки обязательно яичница есть всякие мясные нарезки колбаски немного овощей значит смотрите добрался до колбасы у нас такое не видео от колбаса с украплениями оливок или маслин кто разбирается напишите всем приятного аппетита смотрите это видео сегодня будет прага один из самых красивых городов европы а если европы значит и мира всем приятного аппетита так принесли нам архусту такой бело-желтый скибочка зеленая пробую никогда такого даже не видел так значит мы уже позавтракали сидим в номере отдыхаем сейчас пойдем выселяться пока есть свободное время видите я сижу изучаю всю историю праги в которой мы сегодня поедем вот еще читаю про нее на википедии вот у меня про завтра будет вена тоже все прочитал и послезавтра будапешт ну про сайт википедия все знают а вот про сайт стрип адвайзер или адвизор знают не все вот мы сегодня взяли только одну экскурсию а так у нас будет куча свободного времени но тут можно почитать самые места где любят люди фотографироваться от карлов мост крепость собор какой-то тоже есть рестораны по рейтингу которые оставляют от посетителей этого сайта развлечения отеля но от или на не надо развлечения я открыл еще одной вкладочки вот самые популярные достопримечательности где они находятся и все такое так что можете все это изучить приехать сами и без экскурсовода все это обойти в том темпе в котором вам нравится а то эти экскурсоводы вечно нас куда-то гонят гонят аж ненавидишь его в конце вот это улица возле нашего отеля сейчас пол восьмого и ни людей ни машин движения на улице нет отель воронеж вот этот корпус в котором мы жили и вот центральный вход до отель четырех звездочный так тут есть фитнес-зал хейер салон парикмахерская какая-то непонятная абстракция ну из посетителей большинство конечно китайцы вот все ждем автобус и едем в прагу значит у нас начинается первая обзорная экскурсия по праге вот всей группе раздали такие радио точки с наушниками всем естественно кроме меня потому что я это не брал потому что эти люди плохо учили в школе нам всем преподавали историю средних веков если они за пять лет ничего не выучили то вот эти два часа и мне чего не дадут а я вам сейчас все расскажу самое интересное так значит у нас экскурсия еще не началась там какие-то технические проблемы через центр города вот проходит трамвайной линии трамваи точно такие как донецке вот особенно вот этот шестой который последний час едет на прицепе так значит началась наша экскурсия вот перед нами здание честный народный банк чехия стала чехии в 1993 году в результате революции разделилась чехословакия на чехию и словакию до этого они по моему с 1913 года были одним государством вначале нам говорили что по чехии особенно по праге будет ходить очень много китайцев вот только первую группу которую я увидел причем говорят они такие ничего не стесняются лезут к вам в кадр сами вас фотографируют и таких звук затвора фотоаппаратов должен практически не умолкать в общем так что я вам хочу сказать сейчас праге проживает очень много украинцев нам даже говорят тут чешский язык вы не можете и целый день гулять и не услышать а украинский услышите точно особенно конечно украинцев можно увидеть сфере обслуживания магазины официанты в ресторанах и так далее и тому подобное короче свое время я когда-то писал реферат по системе налогообложения чехии был у них такой премьер-министр вацлав клаус и он максимально упростил эту систему налогообложения насколько я помню оставили там 7 или 8 основных налогов так значит мы уже зашли в туристическую часть города где проезд автомобильному транспорту закрыт только пешеходная зона так сейчас 11 часов утра еще туристы либо не проснулись либо их еще не привезли их еще очень мало а прага стала одним из туристических центров европы занимает первые места наряду с такими общепризнанными городами как лондон париж барселона мадрид брага и столица пива а чехия занимает первое место в мире по потреблению пива на душу населения даже сказали то пиво которое вы пьете в украине имеет совсем другой вкус порекомендовали взять пиво пилснер вообще любое другое потому что это совсем не то что продается у нас но к сожалению я этого понять не смогу потому что я пиво не пью может на сумбинирчики парочку литров привезу да по законам украины нельзя привозить более чем 5 литров пива но когда сказал гид еще не было ни одного случая чтобы людям там штрафы начисляли за превышение этого лимита поэтому сказали берите сколько сможете унести вот такие вот цены на вот дожеки и бургеры вот эту цену умножайте на 1 и 2 то есть если 45 стоит это 50 гривен если 80 это 96 значит сейчас мы проходим мимо старого самого старого рынка в праге кроме того в хотел еще вам сказать есть метро здесь существуют три ветки зеленая красная и желтая всего 61 станция или около того так все улицы в уличных кафешках ну еще свободные места есть скоро их не будет я так понимаю вот подходим зданию городской ратуши видите там на самом верху оглядовый майданчик и куча куча людей стоит за решетками не знаю будем мы на него подниматься или нет ну вид там открывается просто офигенный я думаю всем советую туда съездить вот это здание которое он показал сдалека вид просто шикарный камера этого однозначно не передаст а вот такой домик в жовто-блокитном цвете просто бы видите вот там впереди синий флажок это мой экскурсовод более я единственный наверное без наушников со всей группы поэтому мне отставать нельзя а вот теперь посмотрите на это количество туристов в общем сейчас кого не спросишь куда вы ездили и зачем все говорят там такая архитектура так все классно такие здания такие дворцы не знаю кто как говорит у нас был такой предмет когда мы учились в университете искусствоведение на него никто никогда не ходил единственно что я из него помню это что я стиль барокко и есть готический готика но какие здания какому стилю отнести я не знаю я архитектуру узнал когда играл в казачи да такая стратегия в реальном времени и там были 16 даже больше до 20 наций всей европы и там ты строишь городской центр и понятно какие здания были в австрии в польше потом развивается строишь мельницу казарму делаешь храм строишь переходишь 18 век запускаешь воздушный шар и всех убиваешь в общем здание я вам показал любуйтесь а еще лучше приезжайте в общем я тут не помню на видео снял или нет но на фото снял точно тут такой был мужичок в бальном костюме я думал он рекламирует какое-то заведение которое предоставляет такие определенные услуги а наш экскурсовод объяснил нам что скорее всего это свадьба ну вернее мальчишник и таким образом они прикалываются над женихом я представляю как издеваются над невестой так что надо перенимать традиции европы это не культурно все у нас это проходит так уважаемые работники глидарского водоканала смотрите тут вода течет и никто за это не платит а вы мне насчитали за прошлый месяц 500 гривен